Микс Ньюс. Вы слушаете Радио Болтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели, бывший мэр Риги и председатель Совета Рижского международного автовокзала. Олег Буров у нас в студии. Пятница, 17 часов 10 минут. И это возможность действительно поговорить о жизни в нашем любимом городе, который действительно город на пороге перемен и, мне кажется, даже безотносительно выборов и того, кто придет в Думу, все равно какие-то перемены будут, о чем вы нам неоднократно говорили и в свете вот этого мегапроекта Реал Болтик и в свете всех других изменений. Но, может быть, я начну вот с той новости, которая прозвучала, по-моему, в среду, если не ошибаюсь. Поскольку вам свойственно не только это правильно накритиковать, но делать какие-то конструктивные предложения, вы нашли место или, по крайней мере, поговорили с архитекторами и с планировщиками города, где бы мог быть новый концертный зал акустический. Ну, мы знаем, что правительство пока настаивает на это. Элизабет, есть у вас другой вариант? Может быть, с этого мы начнем. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Я ни в коем случае не хотел бы идти по стопам министра культуры и других политиков, которые вот так однозначно, безапелляционно сказали, вот здесь будет, как там было, город сад у Маяковского, но они в саду и в центре города решили поставить концертный зал. Нет, я это не хотел, я просто сказал, что если мы говорим о том, что вот обязательно надо в историческом центре, потому что у меня был разговор где-то в одной студии с министром, ну такой неофициальный, я сказал, ну давайте на сканство, я тоже предлагал сканство. Нет, это ни в коем случае, это недалеко. Это далеко. Мне звонил вчера с утра один, ну на самом деле уважаемый предприниматель, он говорит, Олег, а почему не рассматривается вариант места спортивного манежа, потому что спортивный манеж уже ясно, многие годы он морально устарел, и восстановление спортивного манежа будет гораздо более дорогостоящее, чем построить новый с нуля манеж современный. Нет, такие вещи министерство культуры вообще не хочет рассматривать, и на мою реплику министра культуры о том, что, ну смотри, новое здание оперы в 16-м году в Париже построено где-то, ну я не могу назвать этот район, но в каком-то парижском Болдераи, скажем так, да, и это только развивает город, это хорошо, он сказал, нет, мы не Париж, нам нужно обязательно в центре города. Ну и поэтому просто общаясь на одном мероприятии, где было много архитекторов, и когда вот встречаются, начинают так или иначе, приходит весь разговор на дискуссию о концертном зале, я сказал про РТУ, еще раз могу сказать почему. Это здание построено в 59-м году, в техническом состоянии, оно находится очень плохом, потому что мне ректор господин Рябицкий показывал, есть движение фундамента, и на самом деле они только успевают заделывать эти трещины, да, здание не имеет исторической ценности, оно не памятник архитектуры, здание довольно, да, что упрощает, здание довольно большое, но если мы говорим сейчас об использовании, никаким образом не думайте, что я хочу покушаться на РТУ, РТУ фактически все, как вы знаете, весь студенческий городок на протяжении многих лет сформирован на Кипселе, еще у них находится тоже за Двиной, это улица Межа, да, по-моему, это, где бывший Раус, где бывший Раус, в тех же помещениях, и туда, и мне вот буквально после того, как я выступил с этим заявлением, заводили люди с РТУ, сказали, мы уже ушли фактически в помещениях на улице Кальтио, один остался только один ректор, ректорат, и в принципе речь идет о том, что он там остается до тех пор, пока у господина Рябицкого остались полномочия, когда его полномочия закончатся, уже возможно ректорат перейдет в другое место, платят они символическую аренду, там, евро в год Рижской думе, на Ригаснаме, муниципальном предприятии, в их управлении находится это здание, но и Рижской думе это здание не нужно, потому что теоретизировать на ту тему, ну давайте там отремонтируем и туда переведем все департаменты Рижской думы, однозначно это не надо делать, не надо вот деньги, которые есть у думы, тратить на офис для чиновников, этот вопрос исключен, ну значит Рижская дума будет это здание, что делать? Продавать. Продавать его будет непросто, потому что здание имеет большую площадь, ну реально как его можно использовать для гостиницы, ну смотрите, у нас есть здание химфакультета на Кронвалда в парке, который тоже продает Латвийский университет, там бы в наличии гостиницы, было бы гораздо лучше, это была бы такая очень эксклюзивная гостиница, могла бы сеть, например, Кемпинский у нас уже есть, или Форсизон, или там какая-то еще из сетей таких очень сильных, прийти в Ригу. Здесь, ну тоже вопрос, можно конечно попробовать его продавать, но пустое здание, оно быстро придет еще в худшее состояние, будет разваленной. Ну и поэтому я сказал, это один из вариантов, ну смотрите, тогда мы можем его снести, это ни коем случае не испортит силуэт старой Риги, который мы видим, силуэт со стороны Далгова, который именно входит в ЮНЕСКО, и здесь появится, если новая, очень удачная архитектура, но это будет гармонироваться, гармонично выглядеть на одной оси, по диагонали от Каменного моста находится здание библиотеки. Можно по-разному оценивать здание библиотеки, но это на самом деле новая архитектура, современная архитектура, и здесь новое здание, но это будет то, чем, я надеюсь, мы можем с архитектурной точки зрения гордиться. Это первое. Второе. Уже больше 10 лет, лет 15, в силе детальная планировка площади Стрелков, где речь идет о том, что там запланировано построить многоэтажную подземную автостоянку. Это значит о том, что в рабочее время, в первую половину дня, там могут стоять машины работников Рижской думы, других служб, и эти мы можем и разгрузить немножко Старую Ригу, сделав некоторые улицы, запретить для стоянки машин. В вечернее время, когда эти работники уедут, эта стоянка используется для концертов. Поэтому в данном случае это тоже решение вопроса. Есть еще один вопрос, о котором, в принципе, Рижская дума, ну так, мечтает, я даже другое слово не могу сказать, давно. У нас не очень удачно выглядит набережная. В принципе, набережная должна быть у нас довольно маленькое расстояние для нас, пешеходов, для рижан, прямо около реки. А в принципе, конечно, самое лучшее, ну много таких примеров, например, ну я был в Баку, там прямо идет вдоль набережной, набережной, ну Каспийского моря, там идет большая территория парка. Вы прогуливаетесь одновременно, там большая зона зеленых насаждений, и это неплохо. Там есть рестораны, кафе, но в принципе, это вот такая зеленая часть. Очень много таких примеров. В других европейских городах, в принципе, пытаются в центре города эту улицу, эту набережную сделать такой более пешеходной. Поэтому, может быть, мы могли бы, по крайней мере, убрать стоянку машин оттуда. Мы могли бы поставить, тоже как-то разгрузить, по-другому смотреть со временем. Поэтому, возвращаясь к вопросу о подземной автостоянке. Поэтому, в данном случае, вот такое предложение я сделал, но я ни в коем случае не претендую, как политик, что это правильно, единственное верное решение. Я говорю только о том, что нужно, я могу сказать в очередной раз, это решение должны принять ни в коем случае политики, его на стол политикам. Предложение одно, два или три должны принести профессионалы, архитекторы, планировщики развития города, организации транспортного движения. Вот такие люди. И мы видим, как сейчас. Однозначно министр культуры сказал этому бытия, без каких разговоров. Сейчас уже начинает говорить, что мы не говорим о сносе, мы говорим о том, что, может быть, это здание можно использовать как концертный зал. Ну, какой концертный зал? Его так использовать нельзя. Из офисного здания, да. Из офисного здания не переделать. Можно то, что предложил архитектор Лукшевиц, сделать там музей дизайна, архитектуры, снеся стены и в каждом, несущие стены, вот, между перегородками, между кабинетами, да, и там можно было бы сделать залы. Да, это тоже рассматриваемый вопрос. Ну, не просто взять, нести уничтожить. Весь вопрос, где деньги, или есть ли у нас деньги на все. Так что, говоря о концертном зале, ну, будем реалистами, вряд ли мы сможем еще по ходу сделать еще одну культурную функцию. Учитывая то, что я думаю, что скоро возникнет вопрос о том, что, насколько я знаю, фонд, который развивал вместе АБЛВ, бывший банк и фонд Сетерева, они занимались проектированием и хотели строить музей современного искусства насканство, они готовы этот проект подарить государству. Его спроектировал в свое время архитектор Аджай, который входит, Дэвид Аджай, который входит сейчас в топ, ну, если мы можем так сказать, ведущих архитекторов мира, да. И его, конечно, услуги сейчас, то, что он спроектировал несколько лет тому назад здесь, в Риге, к этому можно прибавить, я думаю, пару нолей. Он, конечно, стал сейчас очень дорогой, востребованный архитектор, да. Это предложение тоже может возникнуть. Поэтому все очень хорошо, мы, безусловно, должны вкладывать в культуру, но мы должны не забывать о других объектах, о которых я говорил до этого. И это самые главные объекты инфраструктуры. Смотрите, мы с вами, если бы встретили в студии лет, ну, скажем, 10-15 тому назад, мы бы с вами говорили бы о том, что нам рассказывали, как конкретная вещь, это северная переправа. Это оказались такие нью-васюки. И дискутировали, вы помните, будет тоннель или мост. Это примерно третий, четвертый, пятый год. Вот прошло 18-15 лет. Эта переправа северная уехала далеко-далеко за горизонт, да, и стала абсолютным проектом, ну, какого-то трехтысячного года. Поэтому очень важно, когда мы говорим о проектах, чтобы эти проекты мечтать не вредно, но чтобы все-таки эта мечта стала явью в ближайшее будущее. Но кажется ли вам, что надо вообще, ну, мне кажется, что город развивать, ну, как бы сбалансированно, пытаясь, вот то, что вы сейчас сказали, не забывать и о других важных составляющих. Ну, вот если мы говорим о концертном зале, вот есть замечательная открытая эстрада, сейчас она реконструируется, Межопарк. И мы сейчас, вот я хочу сказать, тоже вы об эстраде, ну, будем говорить честно. Очень много разных дискуссий. Да, они туда вкладывают. Нет, я к чему говорю? Да, извините. Что раз уж мы создаем эстраду в Межопарке, значит, с другим концертным залом можно повременить и сождашь что-то другое. Может быть, это разные вещи, но что я хотел сказать? Вот говоря об эстраде Межопарке, меня больше всего волнует, вложив очень много денег. Да, это наши иконы. Это, ну, понятно, я не буду сейчас говорить и пропагандировать десмосфетки. Речь идет абсолютно о другом. Десмосфетки происходит раз в пять лет, посередине происходит праздник песни школьников. Дальше. Дай бог, если у нас каждый год, ну, будет приезжать звезда, ну, мировой величины, мировой величины эстрадный певец, который будет там выступать. Это было бы не плохо. Это было бы прекрасно. Больше они не приедут. Они в Восточную Европу больше не приезжают. И понятно, что они выбирают. Я сейчас не говорю про вирус, забудем вируса. Естественно, они выбирают и Варшаву. Интересно, конечно, обязательно Москва, да. Но вот нам, в Восточной Европе, тогда нужно обязательно попасть, чтобы у нас это произошло. Очень многое зависит от менеджмента. Что будет в остальное время? И в остальное время очень важно, как эта эстрада будет жить. Об этом, ну, в принципе, вот у меня душа болит больше всего, да. И я все время говорю, в фестивале, разные мероприятия, которые там будут проходить, другие разные концерты. Концерты, когда на самой эстраде, там может быть 12 874, не только хориста, но и, соответственно, зрителя. Вы можете сидеть на эстраде, а выступает человек, может, внизу, да. Очень много нужно делать. Очень большой вопрос, очень серьезный. Что будет внутри помещений? Я очень не хотел бы, что, когда я был, ну, так скажем, школьником, и когда нас туда пионерами гнали смотреть на ВДНХ, ну, те, кто помнят это время, помнят, что там были такие все в пыли, всякие экспонаты, это было наше ВДНХ, очень не хотелось, чтобы нечто похожее возникло там сейчас. Поэтому вот очень важно, как это все происходит, чтобы не получилось так, как известное высказывание, как те или как лучше получилось. Получилось, да. Да. Вот интересно, если мы подводим итоги недели, на этой неделе появились результаты опроса Рижан. Ну, и Рижане крайне скептически восприняли работу временной администрации. И социологи, правда, это объяснили не только тем, что, не знаю, там плохо работают эти три чиновника министерства, а то, что, ну, Рижанам крайне не нравится сложившаяся ситуация, когда нет их законных представителей, нет тех людей, за которые бы они голосовали или в свое время поголосовали. Знаете, абсолютно право. С одной стороны, такой опрос вообще не должен был происходить, потому что чиновники, технические работники, которые просто зашли сюда посидеть на два месяца. Волю и судеб они оказались здесь на полгода. Это с одной стороны. С другой стороны, многие их действия способствуют тому, чтобы мы их оценивали, как оцениваем Думу, как оцениваем политиков, потому что они приняли многие решения, кадровые изменения, структурные изменения, которые явно превосходят обязанности технических работников, которые просто сели здесь. То есть, они сами фактически дали повод их считать политизированными. И поэтому планку эту они сами поставили, и поэтому их сравнивают. И это сравнение, ну, в принципе, вот они получили эту оценку. Они получили эту оценку, и эта оценка, я думаю, что не только их, но и тех людей, которые, ну, так или иначе, их политически курируют. Поэтому в данном случае это такой сигнал. Но возьмем ту же самую улицу Тербатес. С одной стороны, я могу сказать, ну да, это была идея, которую я начал 4 января в этом году, когда мы сказали, это эксперимент, и улицу Тербатес закрыли на субботу. Тогда общество это восприняло по-разному, ну, в общем, восприняло хорошо, и было видно самое главное. Общество, рижане соскучились по каким-то новинкам. Так же, как было видно, как общество позитивно восприняло масленицу в конце января, в конце февраля, то, что уже организовали, это была первая неделя, когда Дума была распущена, но общество очень хорошо восприняло масленицу, и говоря о масленице, которая произошла в центре Ливской площади, я хочу сказать, вот по вопросу, который делала Лив Рига, там было сказано, иностранцы сказали, что это супермероприятие, мы приехали в Латвию, мы увидели традиции славянских народов, не только русских, там были белорусы, украинцы, приехал хор из Болгарии, из Словакии, да, то есть это был, ну, такой славянский праздник, да, но, конечно, это в основном были русские, русские песни, русские танцы, русские традиции, хотя блины были, и мексиканские разные, да, но, в принципе, это было очень интересно, это было для них, абсолютно для туристов, тогда еще туристы были, вовсю, неожиданная вещь. Латыши сказали, это супермероприятие с точки зрения интеграции, нам было это очень интересно. Русские, естественно, это одобрили, потому что это наше, и вот таких вот праздников, где мы можем сказать с национальной точки зрения, это наше, у нас не хватает, у нас не хватает, и в данном случае это нужно, да, понятно, для основной части, коренной части населения, для Латыши это много, но такие праздники я бы делал касательно украинцев, касательно русских, белорусов и всех других, потому что Рига всегда исторически была мультинациональным городом. Ну, в данном случае, вот улицу Тербота сделали, на это потратили сейчас денег 160 тысяч, не знаю, то ли время, чтобы это нужно потратить, это такой вызов, если это, конечно, будет, на самом деле, разогреет экономику, и там будут вовсю торговать местные ремесленники. Я хотел вас спросить, ведь самое важное не просто закрыть улицу, там много ума не надо. А ведь дай бог. Да, чтобы там что-то происходило. Дай бог, чтобы туда приезжали, чтобы там все время было какое-то движение оборот. Посмотрим, да, цыплят по осени считают. Через месяц проверим. Мы еще успеем, наверное, принять звонок перед короткой паузой, да, один звонок мы примем. Добрый день, слушаю вас. Это в каком-то смысле? В каком месте именно, конкретно? Улица Далгов Малас 1 по 17. Мы вам посылали письмо тоже. Ну, хорошо, давайте сделаем так. Далгов Малас 1, 17, да, я сейчас запомню. Я позвоню директору района, узнаю, на следующей неделе я смогу ответить. Я могу ответить, о чем идет речь. Да, Далгов Малас 1. Укрепление берега, я так понимаю. Да, укрепление берега. Спасибо большое. Сейчас привемся буквально на пару минут. Олег Буров у нас в студии, не переключайтесь. Продолжаем работу в прямом эфире. Сейчас перейдем к другим актуальным вопросам из жизни Риги. Ну вот, раз уж, чтобы закончить тему временной администрации, ну, ходят такие слухи, что понятно, что временная администрация, новый, есть тоже, видимо, временный исполнительный директор, всевременный и сейчас, ну, дано задание экономить. С одной стороны, это, наверное, правильно, но с другой стороны, не получается ли так, что вот мы говорили в предыдущих эфирах о состоянии вообще жилого фонда и жилых домов, что вот эта экономия приведет к тому, что потом вот за все эти ремонты и за поддержание вообще вот советских домов вот более-менее на равном состоянии придется Думе все равно или РНП платить вдвойне? Когда на машине ехал сюда к вам в студию, выступал у вас тут, не знаю кто, мужской голос был, я просто услышал, что фразу «строить дома, жилые для самоуправления, как пирожки печь». Мне трудно сказать, у меня пирожками занимается жена, печет, да, но я думаю, что этот товарищ, может быть, повар, там, занимается пирожками, но вряд ли он соображает, что, чем занимается самоуправление. Не так просто самоуправлению взять взаймы под строительство жилых домов, да, ясно, что в ближайшие годы, еще раз, я сейчас не говорю о политике, я говорю о том, что нужно делать однозначно любому самоуправлению, любого большого города на постсоветском пространстве. У кого-то это более актуально, как, например, в городе, там, ну, в каких-то городах, в том же я видел эту страшную ситуацию, в Белисе, там, в Ереване, в Баку это меньше, да, да, соответственно, в Москве или Санкт-Петербурге не столь, в других городах России, это ситуация... Ну, это разваливается в советской городе, да? Настроенные вот эти блочно-панельные дома, когда-то кирпичные, неважно, хрущевки, какие вот у нас хрущевки, это улица Тырзес, потом старая литовская серия, в том же Кенгараксе около Даугавы, потом дальше там Илгуцемс и так далее, и так далее, вот все эти дома, да, Агенскалнские сосны. Эти все дома, я не буду сейчас говорить и пугать, конечно, они не будут разваливаться, перекрытия в них прочные, они не будут, но состояние инженерно-технических систем. И коммуникация. Тепло, коммуникация, это тепло, водопровод, канализация, в основном у них у всех в абсолютно плохом состоянии. И это надо хоть как-то... Дальше, подъезды, окна, крыши, подвалы тоже в плохом состоянии. Когда мы говорим, и часто бывают такие призывы, мы все дома утеплим. Дорогие режимы, не верьте, никто не утеплит все дома, и, может быть, есть такие дома, есть такие ситуации, где тратить на это деньги, как и ваши, так и городские, даже какие-то европейские, не надо. Не нужно сейчас утеплять каждую 119-ю серию в том же самом золе туда. Не нужно это сейчас делать, там должны быть другие вещи, там нужно посмотреть, где потери. Посмотреть, что находится подвалом, посмотреть, чтобы хорошо закрывался подъезд. То есть вот такое утепление, это не панацея, как многие думают. Если мы говорим, есть такие идеи, и об этом я говорил и с Министерством по делам самового управления, посреди все больше и больше идет речь о том, что должен быть это какой-то еще частный партнер, который будет принимать участие во всем этом. Это может быть по теплосетям, я думаю, здесь можно быть таким партнером Рига Силтумс. Ну, например, я просто скажу на примере Силтумса, как я это вижу. Рига Силтумс, как поставщик-монополист, поставщик тепла, он проводит реконструкцию сетей. Он тратит эти деньги. В ходе этого происходит какая-то экономия топлива, меньше потери, ставятся индивидуальные теплоузлы, которые регулируют тепло в зависимости от температуры, чтобы не топили. Сильно, в общем, происходят какие-то вещи. Они могут сделать и другие. Они могут даже сделать, и как это я сейчас скажу, не парадоксально, и мероприятие по контролю. Можно ставить такие датчики, где температура на самом деле может уменьшаться, потом увеличиваться. А муниципалитет? Это они все могут делать. Ну, например, это делает Рига Силтумс. Я сейчас просто закончу. Это делает Рига Силтумс, у которого 49% акций, кстати, у той же Рижской думы. Дальше. У вас, например, получается экономия. Но вы в какие-то первые годы, например, несколько лет, не платите вот эту меньшую сумму, а платите прежнюю сумму за отопление. И эта дельта идет на погашение вот вашей суммы, которую вы софинансируете. Вот таким образом можно это сделать. Вот так можно решать какие-то другие вопросы. Один из них, вот это такой вопрос. Во-вторых, остальные можно смотреть, это то же самое по замене труб инженерно-технических. Поэтому здесь очень важно. И вот то, что, например, я говорил до этого, ну, самая большая беда, если мы говорим, Рига Снаму Парвалнекс, это непонятные счета, это непонятные, опять-таки, завышенные расценки, да. Это очень много дел, но это опять, об этом вот пусть отчитываются другие посетители вашего радио, да, которые бывают у вас тут. Вот вторая проблема, вторая проблема, это разница между счетами на воду. Люди очень честно, очень, на самом деле, внимательно считают потребляемые кубики воды. И потом, когда они получают счет, получается разница очень большая. То есть, где тут потери? Или магниты. Как у меня одна знакомая говорила, которая взялась управлять домом одним, ей сказали, мы не хотим счетчики, которые считают на удаление. Мы все хотим магниты. Ну, это просто какая-то ситуация, ну, не знаю, ну, фарсовая, да. Потому что, когда все хотят магниты, ну, тогда, на самом деле, одному честному там точно быть не популярно, потому что... Ну, придется платить. Все обманут друг друга и, в первую очередь, себя, потому что эта вода никуда не уйдет. Вам все равно выставят большой счет, да, потому что счетчик на домом все равно стоит. Одно дело магнит, второе – потеря из-за по вине где-то на магистральных или еще где-то потери воды. Поэтому поставить удаленные счетчики, которые считывают, это было бы самое правильное и самое четкое, да. В данном случае я считаю, что такие счетчики может опять ставить кто? Или Рига Суденс, или Рига Снаму Парвалникс, или само самоуправление. Да, эти счетчики стоят 40-50 евро, и для многих нас это большая сумма, поэтому давайте поставим это. И сразу же очень много конфликтных ситуаций, они уйдут в сторону. Давайте примем звонки. Олег Буев на студии. Напомню. Добрый день. Слушаю вас, пожалуйста. Добрый день, Олег. Здравствуйте. Знаете, какая у нас высокая коррупционная составляющая, в том числе в Рижской думе. Если мы говорим про утепление домов, в кавычках, это не утепление, это безобразие какой-то и от фера века, все, что происходило в Риге. А если мы возьмем эстонца, вот эстонцы сделали это правильно и грамотно, чтобы понять, как это должно работать, нужно просто доехать до Пярну, тут, я не знаю, два часа езды, например. Ну а в чем вы имеете в виду разницу? Смотрите, у нас все очень просто. Как у нас работает? Предположим, вы протащите мою фирму по утеплению домов в Риге. Я вам дам, скажем, 2 евро или 5 евро с квадрата. И все, и вам плевать, и мне плевать, потому что у вас есть лобби, меня трогать не будут, а эффекта никакого от этого не будет. Как делают эстонцы? Они делают техническое обследование здания, и предположим, условно говоря, я за квартиру плачу 100 евро, а после реконструкции я реально буду платить 50 евро, и какое-то ответственное лицо за это отвечает. И вот эту разницу в 50 евро мы потратим на то, чтобы мы оплачивали все эти услуги, кредиты и так далее. Если этой разницы нету, значит, есть люди, которые в этом виновны. И это тогда не утепление, ой, точнее, не работа по оптимизации, а просто афера. Как сделали и солнце, чтобы было понятно, что ли систему рекуперации, система рекуперации, система замена окон, правильных окон, не дешевых из Польши, которые пригнали, а тех, которые действительно теплоэффективные окна. Также отделку подъездов. И у них реальная ситуация такова, если люди раньше платили 100 евро за квартиру, они правда платят 50. И этих 50 им вполне хватает на то, чтобы оплачивать все эти кредиты. И у них в идеале сделаны подъезды, все подъезды сделаны в эпоксиде, и стены, и полы, это прослужит буквально лет 100 еще, и будет неубиваемо. И квартиры настолько идеально сделаны, что плакать хочется. И все это эффективно работает. У нас же в Латвии просто ваты обклеили, и все, ваты обклеить никакого отношения не имеет к теплократерям и к теплоэффективности. Это развод, это бред. Все детские садики, центр согласия обклеил ватой. В итоге в них находиться невозможно, это просто душегубка. Спасибо большое за комментарии, даже вот так вот, да, и по детским садам заодно пошли. Спасибо. Ну, вы сразу подняли очень большую комплексную тему, да. Я думаю, сначала, ну давайте не будем сейчас оценивать, есть коррупция или нет в Эстонии, да, что и как, будем говорить о чем. Вы абсолютно правы, радиослушатель абсолютно прав, когда он говорит, что эта ситуация решена в Эстонии. Насколько я знаю, как они решили, например, говоря о многих публичных зданиях. Это у них был проект ППП, вот привод паблик партнерши, проект частного партнерства. Очень много, например, тот же Меркс, это, по-моему, как он называется, Мерква, Эхитус, да, вот этот большой, их большая строительная компания, да, она очень много сделала, как частное партнерство таких зданий. У нас проекты ППП, частного партнерства, вообще в Латвии не развиты. Мы в этом смысле вообще нигде на, ни на муниципальном уровне, ни на городском, ни на государственном уровне. Причина, одна из причин, ну, вялый закон, вялый закон, да, этого он был вообще абсолютно невыгоден, и сейчас это не происходит, да. Там это всё приведено в порядок. Второе. Ну, например, о школах и о детских садах говорят. Да, у нас происходит утепление. Во многих школах стоит отдельная вентиляция. Во многих школах, но далеко не во всех. Если, например, мы говорим, в школе, в классе стоят окна, которые, на самом деле, сейчас стоят хорошие пятикамерные окна, да, те, которые ставили в начале века, они, естественно, уже не столь современные, это такие уже холодные окна. Так бывает, но они были современные на то время, потом появились трёхкамерные, сейчас пятикамерные. Но что я хочу сказать. Если в классе можно во время перемены открывать окна и проветривать, то в детском садике, конечно, ну, входимая вентиляция есть, она есть как вентиляция в любых домах, но она не принудительная вентиляция, и, конечно, этого недостаточно. С другой стороны, ну, та ситуация, когда раньше были деревянные окна и дуло со всех щелей, и за счёт этого была такая вентиляция, но это тоже ненормально. Но разговор о другом. По цифрам, по цифрам, да, многие эти вещи касательно школ делаются за европейские деньги. Что интересно, происходит утепление, и дальше, поскольку это европейские деньги, в течение пяти лет проводится мониторинг. Есть школы, где эффект на самом деле, или детские садики, в два раза лучше, в два раза больше экономия. А есть, где эта экономия нет. Почему? Потому что в основном топят батареи по полной программе, батареи не отключают, и поскольку в помещении жарко, что делают? Открывают окна. Но это абсолютный бред, этим мы только согреваем среду, и если идея была, наоборот, экономить программы энергосбережения, заботы о среде, мы делаем наоборот. Мы делаем наоборот. Поэтому здесь это должен быть просто, как таковое утеплить здание, ничего не даёт. Вы абсолютно правы. Здесь должна быть система. Вот как, например, сделано, ну сейчас скажу, французские лицеи, это историческое здание Валдемара 48. Или, если вы живёте в Пардалгу, и можете посмотреть, это Селпилс 11 поликлиника, бывшая шестая поликлиника, сейчас это считается Илгуцемская поликлиника. Рядом с Домовским центром, да. Там утеплён фасад, ну где бывшая шестая больница. Там утеплён фасад с такими оптическими эффектами. Но суть в чём? Там система отопления следующая. Вот поликлиника работает до 8 часов, температура автоматически снижается, я говорю про зимний период, до минимума. В 6 утра в понедельник она начинает потихоньку повышаться, для того, чтобы достигла уже определённого уровня, когда люди в 8 утра приходят на работу и в поликлинику. Далее. Есть возможность отключать температуру по блокам. И всё это управляется с айпада. Если, например, в этом кабинете сегодня приёма нет, то этот кабинет не отапливается. Вот здесь только эта система такого отопления, она дала эффект сразу же на 30%. Так что я хочу сказать. Вот в этом смысле я с вами абсолютно согласен. Когда есть авентиляция, есть такая система контроля над отоплением, и есть утепление фасада, вот это на самом деле даёт экономический эффект. В противном случае получается в своё время так, как я работаю в департаменте, директором департамента, получал письма от одной школы. Я не буду, естественно, говорить, что название школы. «Дорогой Нил Валерьевич, для улучшения образовательного процесса утеплите нашу школу, чтоб красиво было». И вот и делаем. И поэтому мы развлекаемся. На одном цветочке, на втором зверьки. Всё это очень хорошо. Я говорю сейчас с такой горькой иронией. Всё это хорошо. И от этих разукрашенных фасадов меняется город. И вот если возьмёшь вот эту старую литовскую серию в Кенгараксе, около променада, там все детские сады по-своему разукрашены. И как одна вот там дама, моя жена ходила там в парикмахерскую домой к одной даме, и она говорила, стали больше собак выгуливать. Почему стали больше собак выгуливать? Потому что подходят, любуются около одного детского садика, второго, говорят, она ж лучше, она ж хуже. Меняется среда. Это неплохо. Но по идее в нормальных странах эффект считают не от разукрашенных красиво фасадов, а от экономического эффекта. У нас этого нет. И вот я вам не могу, работая столько лет в Думе, вы сказать, что вот без утеплённых фасадов платили за отопление столько, утеплили, потратили столько денег. Экономия появилась такая. Вот этого нет. В этом смысле я с вами прав на 100%. Да, возьмите, пожалуйста, наушники. Мы будем принимать звонки. Добрый день. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Добрый. У меня вопрос к кандидату в мэры города Риги. Скажите, пожалуйста, несколько лет обратно агентство по приватизации, ну, квартиры и так далее, которые находятся, подчиняются Рижской думе на Персис, началось такое благородное дело. Ну, уже давно известно, что в Риге очень большое количество домов находятся на частной земле или частично, или полностью. Но, кроме этого, к домам прикреплены большие участки. Да. Началось выступление вашей заведующей, что все они сделают, все они поднимут вплоть до того документы, какие хозяева получили эту землю. Что-то там. Десять домов сделали. Дальше непонятно и неизвестно, что с этим будет. Сейчас министр Борденс объявил, что с 2021 года будет повышаться кадастровая стоимость. Этот вопрос очень актуален. Спасибо большое. Извините, извините вас прервать. Надо дать возможность ответить. Кадастровая стоимость с 2022 года. Это большая проблема, потому что мы с вами приватизировали дома. Им нужно было каким-то образом нарезать землю, которая будет присоединена к этому дому. И смотрели, чтобы не создавались отдельно куски, которые не принадлежат никому. Никто за них не отвечает. Вот просто какие-то кусочки, за которые никто не отвечает. Старались присоединять куски к жилым домам. Правильно ли это было сделано? Это было сделано в начале 90-х годов, в середине в 90-х годах. Я думаю, если честно, неправильно. Потому что, да, искали хозяина, искали, грубо говоря, кому этот кусок земли спихнуть. Где-то это правильно, потому что вам нужна зеленая зона в вашем дому. Вам нужен паркинг, и это все нужно сбалансировать. Нельзя делать паркинг за счет зеленой зоны. Иначе получится, на самом деле, как во многих городах в той же России, когда зеленая зона ликвидирована, и там все машины везде стоят, полная грязь и безобразие. Поэтому надо смотреть это все сбалансировано. Где-то нельзя было нарезать меньшие куски земли. С владельцами было хуже. Владельцы говорят, нет, а мы по-другому не хотим. Вот мы хотим, чтобы этому дому был присоединен кусок земли 5000 метров. И все. И меньше быть не может. И поэтому так возникло. Что делать сейчас? Сейчас это, конечно, было, ну что сейчас говорить о прошедшем, то, что произошло или не произошло в прошлом веке. Реально, это грубейшая ошибка в современной Латвии, что, в принципе, вообще эту землю под жилыми домами, построенными в советское время, вернули в собственность бывшим владельцам. Им нужно было компенсировать другую землю. Им не нужно было запретить восстанавливать право собственности на эту землю. Тогда это никто не реагировал, тогда это были копейки, договора не платили, за договора не было договоров, за это не платили. Потом когда-то эту сумму компенсировало самоуправление, сейчас по закону самоуправление не может компенсировать, потому что это ваша собственность. И получается в том, что Конституционный суд проигран был, когда закон был принят об ограничении греста, потолок по взыманию арендной платы. Это было отменено, Конституционный суд был на стороне вот этих земельных баронов, так скажем. И поэтому в данном случае, в данном случае это на самом деле очень, ну такая тяжелая история. Причем мы знаем, что у нас на частной земле находится весь Межсемс, на частной земле находится очень много Пурсемса, та же Иммонта находится на частной земле. Ну, может быть, наверное, ЗЭПНИКО, он больше на городской, да. Но, в принципе, это большая проблема. Говоря о кадастровой стоимости, ну я тоже слушал комментарии, абсолютно вот согласен с господином, который был перед этим, когда он говорил, что это будет на самом деле тяжелая большая нагрузка. Но я в данном случае думаю, по поводу того, Рижская дума должна бороться. Это больше такие декларативные политические заявления. Реально, что может сделать самоуправление? Самоуправление, увы, принимает как данность ставку кадастровую, но дальше самоуправление должно думать о каких-то льготах. И мы посмотрим, что предложит в итоге государство, дождемся этого. Ну а потом, я уверен, самоуправление нужно будет вводить в свою систему льгот. И это, конечно, касается в первую очередь жилья. Спасибо большое. Ну, к сожалению, не на все звонки успели ответить. Есть возможность, я думаю, в следующую пятницу продолжить. Ну, пару, потому что я отвечу про долгую малость улицу в Лагольдском предместе. И долгие звонки. А обязательно в следующую пятницу, после пяти, в то же время Олег Булов у нас будет в студии. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.